Нефтяной рынок буквально застыл на месте. Во многом из-за того, что за последнее время участники рынка привыкли к бесконечному потоку самых различных новостей. Но так уж сложилось, что сейчас таких новостей нет. Внимание средств массовой информации сосредоточено исключительно на событиях в Великобритании и на монетарной политике основных центральных банков. Тем не менее, долго так продолжаться не будет. Европа все же продолжает испытывать трудности с энергоносителями, а отопительный сезон, в общем-то, уже начинается. Германия уже объявила, что, скорее всего, воздержится от мер по введению потолка цен на российскую нефть, опасаясь остановки поставок энергоносителей из России. И в скором времени именно такие новости станут основными. Что, конечно же, оживит рынок энергоносителей, в том числе нефтяные котировки. Пока же мы видим, как фьючерсы на нефть марки Brent топчутся в районе основания нисходящего цикла. Стремление продавцов продолжать снижение. И, конечно же, такое настроение может котировку привести к касанию уровня в 90 долларов за баррель. Наиболее сильное ослабление может возникнуть уже после удержания цены ниже отметки в 90 долларов. И это приведет к последующему снижению по направлению локального минимума от сентября. Что же касается сценария для восходящего движения, то ценовой район 91,5-92 доллара все еще может оказать давление на продавцов и развернуть график вверх. Золото пока пытается сохранять относительную стабильность, но вчерашние заявления главы Банка Англии о том, что британский регулятор продолжит ужесточать параметры монетарной политики, однозначно указывает на дальнейшую судьбу желтого металла. Неуклонный рост процентных ставок делает золото менее привлекательным для инвестиций, нежели государственные долговые обязательства, доходности по которым уверенно растут. Так что переток инвестиционного капитала из одного защитного инструмента в другие будут продолжаться, и к концу года конечно же золото опустится к уровню 1600 долларов за тройскую унцию, а скорее всего даже и еще ниже. Последующий рост объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже 1640 долларов за тройскую унцию. Российская валюта ожидаемо продолжает восстанавливаться, и доллар уже опустился ниже 62 рубля. При этом ситуация по рублю остается неизменной вот уже более недели, так что никаких фундаментальных причин для его укрепления нет, если не считать ранее возникшей локальной перепроданности, которую рынок и пытается на данный момент исправить. Вот только отскок должен был завершиться в диапазоне от 62 до 63 рублей. Если в ближайшее время рубль не вернется в эти самые границы, то возможно его движение в направлении уже к отметке в 60 рублей за доллар. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео. До встречи!